Недавно представленные данные Китая указывают на замедление экономики. Каким образом это может повлиять на другие страны Азиатского региона? Может ли валютный курс китайского юаня привлечь интерес со стороны инвесторов и положительно повлиять на рынок? С нами на линии сегодня разжив Бисвас из IHS. В сентябре индекс потребительских цен Китая немного снизился. Между тем, индекс цен производителей продолжает оставаться в негативной территории. Какова экономическая ситуация в Китае на сегодняшний день? На протяжении всего этого года темпы экономического роста Китая сильно замедлились. Согласно недавно представленных данных по экономике, мы видим, что динамика роста по-прежнему очень слабая. Были также представлены разочаровывающие данные по торговле. Уже несколько месяцев подряд экспорт продолжает снижаться. Объём промышленного производства Китая также очень сильно сократился по сравнению с прошлыми годами. Наибольшее беспокойство возникает в отношении сокращения долгосрочных инвестиций. За последние несколько лет мы отметили довольно сильное снижение. В основном такое негативное движение было вызвано нисходящим трендом на рынке недвижимости, который произошёл на фоне сильного сокращения инвестиций в строительный сектор страны. Принимая ко вниманию недавно представленные данные, мы видим, что темпы экономического роста Китая по-прежнему слабые, даже невзирая на некоторое фискальное и монетарное стимулирование со стороны правительства страны. В этом году Народный банк Китая уже несколько раз прибегал к снижению ставки процента. В основном в период нестабильной ситуации на рынке акций Китая, когда произошёл крах фондового рынка. Что касается недавно представленных данных по уровню инфляции, мы видим сдержанный рост по индексу потребительских цен. При этом индекс цен производителей находится в зоне дефляции. Мы рассчитываем на то, что Народный банк Китая будет и дальше проводить программу количественного смещения. Уже как 11 месяц подряд мы наблюдаем снижение цен на импорт Китая. На фоне этого растёт беспокойство в отношении слабого экономического роста Китая. Эта новость повлияла на мировой рынок акций. Каким образом это может повлиять на другие азиатские страны? Я думаю, что страны азиатского региона больше обеспокоены реальным уровнем спроса, нежели снижением импортных цен Китая. В Южной Корее и в Тайване мы отметили снижение по экспорту в годовом выражении. Похожую ситуацию мы также наблюдаем в некоторых юго-восточных странах Азии. В таких, как, к примеру, Индонезия. Недавно в Тайване были представлены очень слабые данные по торговле. Такие негативные данные в какой-то мере были бы условлены снижением экспорта в Китае. На сегодняшний день именно эта проблема вызывает наибольшее беспокойство в странах Азиатского региона. Спрос со стороны Китая по-прежнему остаётся слабым. Это касается не только спроса на сырьевые товары, но также спроса на промышленные товары. Именно поэтому сегодня мы наблюдаем снижение по уровню экспорта в Китай со стороны азиатских стран юго-восточного региона. Если динамика экономического роста Китая будет и дальше оставаться такой же низкой, если мы не увидим стабилизации и роста, скорее всего, что в ближайшие несколько кварталов мы увидим замедление экономики в других странах азиатского региона. Мы не можем пока говорить о возможной угрозе рецессии в странах Азии, но замедление экономического роста в Китае оказывает довольно сильное давление на их экономические перспективы. В Лондоне будет создан офшорный центр для китайского юаня. Это очень важное решение в развитии этой рыночной инфраструктуры. Невзирая на недавнюю волатильность рынка, инвесторам интересно торговать китайским юаням в офшоре. Каким образом это может повлиять на фондовый рынок Китая? Я думаю, это очень правильное решение сделать китайский юань расчетной валютой посредством офшорной торговли. Также это очень важный шаг на пути к интернационализации китайского юаня. Но пока возникает только один вопрос. В каком темпе китайский юань может двигаться дальше? Лично я не думаю, что создав офшорные центры для расчета юаням, в одних из самых крупных международных финансовых центрах в Лондоне и в Гонконге, может очень сильно помочь фондовому рынку Китая. В прошлом году в ноябре на рынке акций Китая произошел спекулятивный всплеск, за которым в июне этого года последовал крах рынка. Я полагаю, нам не стоит сильно рассчитывать на большой рост покупок на рынке, по крайней мере до тех пор, пока мы не увидим заметного улучшения по фундаментальным показателям в экономике Китая. Важно вернуть доверие инвесторов к рынку акций Китая. В среднесрочной и долгосрочной перспективах динамика экономики Китая в некоторых секторах должна будет немного ускориться. Мы ожидаем на небольшое восстановление потребительского сектора, а также на восстановление сектора услуг и производственного сектора. Но маловероятно, что это может сильно помочь рынку акций Китая. Мы признательны разживу Бисфасу за его комментарии по экономике Китая. Оставайтесь с Дукас КПТВ. На сегодня все. До свидания.